Родственные души. Выставка с таким названием открылась в музее Пророкова областного центра. А вот, собственно, и они. Авторы, люди, близкие по крови и по духу. Два мастера лоскутного шитья, тетя и племянница. Надежда Федотовская и Татьяна Степанова. Все собранные в этом зале работы женщины создали своими руками. Из шуйских и ивановских ситцев. Разноцветные яркие панно, одеяло, покрывало, куклы. Больше 30 работ. Педагог по профессии Татьяна занимается пэтчворком больше 20 лет. Вдохновение черпает буквально отовсюду. Увлекается одновременно аниме и русским народным костюмом. Когда костюм делаю, с литературой стараюсь знакомиться, где-то в интернете поискать. Вообще у меня много книг по русскому костюму, поскольку вот эта тема меня всегда интересовала. И начинаю шить уже, использую выкройки аутентичные, подгоняю на куклу. Вот эта вот кукла. У меня морфа она называется. На ней костюм из старинных ситцев ивановских. Надежде Константиновне 81 год. Зрение уже не такое острое, руки не такие ловкие. Но творить женщина не перестает. Говорит, лоскутная техника – секрет ее здоровья и долголетия. Пока трудишься, приходишь в гармонию с собой и миром. Работает пенсионерка днями и ночами. Для себя и на заказ. Пэтчворку Надежды Константиновны интеллектуальной. Посетителей выставки знакомит с мировой культурой. Эта работа, например, воспроизводит картину Синьяка в стиле пуантилизм «Сосна в Сент-Тропе». Смотреть на нее лучше издалека. Люблю сказки. Вот репка есть, колобок есть, еще были другие работки, сказки. Люблю любовную лирику, люблю пейзажи. Беру копии, значит, из палихских работ делаю копии, и копии из других, из картин других художников. Вот. А то сама придумала. У Надежды Константиновны большие планы. Года через три, если здоровье позволит, хочет собрать еще одну экспозицию. А сейчас пенсионерка ждет ответ от Первого канала. Хочет поехать на шоу «Старше всех» и познакомиться с Максимом Галкиным. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.